Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа, как всегда, в это время по субботам, 985-970-45-45. Я собиралась начинать, конечно, с облистательного выдвижения Навального, и с Путина, который даже не появился на собрании по своему выдвижению. Он был занят, у него были утренники детские, что, собственно, конечно, показывает, во что он ставит всех этих хлуёв, которые её выдвигают. Но вот в субботу случилась жуткая история с петербургским активистом Владимиром Иванютенко, на которого напали неизвестные. Они сначала вырубили его электрошокером, а потом стали резать ножом. Обратите внимание на почерк. То есть человека сначала вырубают. Эти храбрые люди, которые выступают за наши власти, они боятся ударить ножом человека, который может оказать сопротивление. Он сначала упал. Вот правило лежачего не быть. Потом его стали бить ножом. Он сейчас в реанимации. Мы, конечно, понимаем, что это дальнейшее звено в цепи нападений на активистов, на политиков, на журналистов, на которые ставит власть, как на орудие устрашения, потому что аргументы у неё всё больше и больше кончаются, и всё больше и больше это переходит к насилию. И хотя насилие это отдано, конечно, на откуп всяким разным нодовцам, сербовцам, маугинским троллям, вышедшим оффлайн, мы понимаем, что реальную ответственность за это насилие несёт, конечно, Кремль, и что это насилие процветает ровно потому, что оно окажется совершенно безнаказанным. Я не знаю, возбудят ли дело по факту ножевых ранений Иванютенко, но мы понимаем, что либо никого не найдут, либо придёт какой-нибудь очередной тролль и скажет, что он ударил ножом Иванютенко по заказу Алексея Навального и возбудят дело уже на Алексея Навального, а у тролля будет справка, что он псих, поэтому его не будут трогать. Так вот о Навальном. Красавец. В воскресенье он выдвинул свою кандидатуру, участвовало почти 16 тысяч человек, и это такая новая страница истории российской оппозиции, потому что раньше оппозиция, Рыбкин, Хакамада, сводились они к тому, чтобы дать интервью их, пожаловаться, что нет доступа к телевидению, собрать комитет 12 человек и всем перессориться, отсутствие голосов, поданных за них, за них объяснить ужасным режимом и тем, что народ дебил, в связи с чем власть всегда обращалась с ним к встречным вопросам, «А вот мы тут управляем государством, мы тут дело делаем, а вы что можете?» Вот на этот сакраментальный вопрос «Мы тут дело делаем, а вы что можете?» Навальный раз за разом даёт ответ, потому что когда он публикует не Димон, это значит, что даже в условиях давления он может провести расследование, которое на порядок качественнее, чем те, которые проводит Следственный комитет. Когда он организует митинги, он может в условиях давления вывести 180 тысяч человек по разным городам России, а когда он выдвигается, он может выдвинуться в 20 городах. А если человек может выдвинуться в 20 городах, при таком давлении, без сучка, без задоринки, всё это организовать, то вопрос, естественно, что он может без давления. Ответ он может организовывать. Дальше произошла ожидаемая история. Навальный пришёл в цик Элла Чурова, ой, то есть Памфилова, но неважно, там Чуров – это не должность, то есть Чуров – это не фамилия, это должность. Госпожа Элла сейчас занимает должность Чурова, поэтому она Чурова. И вместо того, чтобы выглядеть прилично, она, конечно, окончательно расчехлилась, наговорила там 10 бочек арестантов. Она до этого много чего наговорила. Она уже храбро отчитала Ходорковского, который на неё давит. Она храбро сказала, что не поддастся давлению олигарха. Ну, просто храбрости полные штаны. И, значит, конечно, феерическое заявление она сделала о том, как она 12 лет отпахала на производстве, пока не видела, что вы делаете, кроме того, что зарабатываете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодёжь. Это просто песня у Кравдома из бриллиантовой руки. А тут, знаете, я не могу не отвлечься, потому что, наверное, каждому человеку с IQ выше среднего случалось попадать в ситуацию, когда ему какой-нибудь пропавший с солидолом выпивоха говорил, «Да ты жизни не нюхал!» У меня, кстати, тоже было такое. Много лет назад я ехала куда-то в Питер, не знаю уж, чем я разозлила человека, который сидел со мной в поезде на нижней полке, но вдруг он начал орать, «Да вы жизни не знаете! Да вот я 30 лет отпахал на полярной станции, жрал одни консервы, яйца у меня на морозик толчку примерзали, вот вам бы туда жизни понюхать!» Я так смотрела на этого человека и думала, как странно, мир огромен, в нём есть гора Килиманджара, водоподы Виктория, небоскрёбы Гонконга, Кремниевая долина, в нём есть космические корабли, Массачусский технологический, ну, в нём есть там всё, что угодно, там, теория струн, чёрные тыры, ускоритель в церне. Почему же человек считает, что настоящая жизнь – это когда жрать нечего, и яйца толчку примерзли? Вот это удивительная у нас страна, как получилось, что люди, которые занимаются нудной механической работой, которая, в общем-то, унижает человека, могут гордо подойти к художнику, к учёному, к политику искать. Ты жизни не нёхал. А ты поработай. Вот поработай – это обязательно, если ты служишь арсценизаторам. А если ты творческий человек, который, я не знаю, 24 часа в день фильмы снимает, то это не работа. Вот вы можете себе представить, даже чтобы в Америке, кстати, где левые тенденции очень сильны, какой-нибудь заправщик к бензоколонке подошёл к Илону Маску и сказал, ты жизни не нёхал. Это я трудящийся элемент. Не, скажет Илон Маск, я жизнь знаю гораздо лучше тебя, я работаю гораздо больше тебя. А вот, и вот в одном смысле вот эта фраза Эллы Панфиловой, что она 12 лет на производстве отпахала. Ну, как мы теперь знаем, из них, оказывается, несколько лет, три, по-моему, было в профсоюзных протирателях штанов. Ну, что тут можно сказать? Ну, вот если бы госпожа Панфилова закончила МИФИ и была профессором и академиком, это было бы гораздо круче, чем она была бы профсоюзным лидером. Может быть, она бы тогда таких глупостей не говорила. Ну, в ответ Санавальный призвал бойкоту выборов. Значит, что это означает? Что, значит, теперь немножко поговорим о стратегии. Да, что для меня важно в этой ситуации, что Навальный не блефовал. Вот вопрос, какая сейчас задача Кремля? Ну, понятно, все уже знают, любой ценой поднять явку и легитимность. Для этого допускается на выборы Собчак. Еще раз повторяю, Собчак не агент Кремля, Собчак не человек, которого Кремль выбрал. Но они подумали, подумали, почесали репы, подумали, а почему бы не допустить Собчак повысить явку? Точно так же они допустили Грудинина. Да, и... Но вот если задача повысить явку, ну, почему бы не допустить Навального? Вы нам говорите, что Навальный проиграет. Чего же вы против собственных своих интересов, интересов повышения явки не допустили? Ну, конечно, есть два ответа. Один заключается в том, что в Кремле люди нерациональные, и вот Владимир Владимирович не может произнести слова Навальный. Да, он произносит какие-то замещающие по Фрейду слова Майдан, Саакашвили. В общем, тот, чьё имя нельзя называть. Но это всё-таки не совсем объяснение, потому что Путин, на мой взгляд, как раз человек очень рациональный в рамках тех целей, которые он ставит. И вот поищем другое объяснение. Вот, предположим, Навального допускают к выбору. Что происходит? Включается вот та самая машина, которую мы видели, может обеспечить выдвижение Навального, которая может обеспечить митинги. Те 200 тысяч людей, которые работают в штабах Навального, приходят как наблюдатели. Собчак снимает свою кандидатуру, она обещала. И в Москве Навальный набирает, ну, минимум, как на выборах мэра. То есть там, где наблюдатели есть, он набирает по 40%, по 40-30-20. Ну, плюс ещё там же кто-то наберёт Грудинин, Жирик и так далее. А похожие результаты оказываются там, где есть наблюдатели. Ну, в каком-нибудь Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. А дальше где наступает в Гаусс? Потому что выясняется, как всегда, что да, вот есть участки где-нибудь в Северной Осетии, где был наблюдатель, он увидел 200 человек пришло на участок, а на участке проголосовало 11 тысяч. Естественно, все они за Путина. И в Москве, где есть наблюдатели, на тех участках победил или близок к победе Навальный, выходит во второй тур, а на тех, где нет наблюдателей в Москве, где-нибудь в Новой Москве, повышенная явка и победил Путин. Естественно, все эти люди выходят на улицы со словами «Украли выборы». И это, собственно, и есть тот Майдан, который снится Путину в страшном сне. Это и есть оранжевая революция, потому что механизм оранжевой революции – это не восстание. Это когда были выборы и победили одни, а победу украли. И после этого у Путина, естественно, новая вилка. Или сажать, разгонять и стрелять. Тогда, конечно, это происходит как в Индижане. Ему никогда не вернуться в мировое сообщество и всю жизнь пить чаи с одним президентом Судана. Или не сажать. И тогда это самый страшный сценарий для Путина, потому что на сторону Навального начнет переходить элита. Я бы вообще сказала, что одно из основных следствий, когда если бы Навального зарегистрировали на выборах, было бы то, что элита стала бы переходить на его сторону. Он стал бы легитимным политиком. То есть Навальный поставил Путина перед вилкой. Оба решения были плохи. Допуск Навального грозит системными ослаждениями, потому что выяснилось бы, что, конечно, не 85 – поддержка Путина. Допустим, она высока. Допустим, она 60, допустим, она 70. Но она не 85, а Кремлю-то надо 85. И, собственно, вот обращаю ваше внимание, самое главное, что Навальный не блефовал. Потому что если бы Навальный блефовал, ну, просто бы, да, произошло бы как на выборах мэра Москвы, его бы выдвинули. Легитимизируй-ка нам выборы. А им показалось это слишком опасно. 985, 970, 45, 45. Ещё одна история, которая меня абсолютно потрясла на этой неделе, это история стрельбы на фабрике «Меньшевик», о которой я услышала, как и все вы, в среду. И для меня она началась с того, что объявили по радио, где-то там в СМИ, что вот какой-то очередной псих взял заложников, бывший директор. И так бы этого «психа» и убили, если бы он не дозвонился на «Бизнес.ФМ» и не предложил свою версию событий, которая заключалась в том, что на фабрике идёт рейдерский захват, что действует кавказская банда, что они отобрали у него фабрику, подделав документы, и что, собственно, стрелян он в тех людей, которые пришли на фабрику. А после этого эти люди позвонили в ОМОН и ОМОН пришёл его ликвидировать. Должна сказать, кстати, что такие истории часто случаются и на Западе. Вот только что сразу после истории с меньшевиком, в четверг была точно такая же история в Канзесе, когда какой-то мерзавец позвонил в полицию и сказал, что я живу в таком-то месте, я только что убил моего отца, я взял в заложника мою маму и братика, я разлил по всему дому бензин. Полиция, американский ОМОН, он называется, сват, приехал. Мужик, который не знал, что он сделал эти страшные вещи, вышел недоумённо из дома, тут же в него всадили пулю. Но после того, как оказалось, что это дезинформация, то, естественно, тот человек, который позволил себе такую штуку, который позвонил по телефону и сказал эту глупость, вернее, тот мерзавец, тот преступник, он был арестован. Вот посмотрим, как развивались действия у нас. Значит, пункт первый. Кто прав и к кому пришли? Самое главное, ответ пришли захватчики к Аверьянову. Аверьянов никакой не бывший владелец фабрики. Он директор, он владелец. Он пришёл утром на работу и увидел, что некие вооружённые люди расставляют на его фабрике свою охрану. Что после этого сделал Аверьянов? Первым делом, оказывается, он позвонил в полицию. Это подтверждает юрист фабрики, меньшевик Татьяна Военеченко. Аверьянов позвонил, Военеченко позвонила, приехала полиция, нет. Почему Аверьянов обратился в полицию? Потому что весной, насколько я понимаю, 24 апреля, на фабрике уже было побоище. Тогда на фабрике появился один судебный пристав в сопровождении вооружённых битыми людей, которые проломили Аверьянову голову и побили его сестру. Никаких уголовных дел для проломивших голову Аверьянову это не воспоследовало. Значит, в этот раз полиция тоже не приехала по истошным звонкам Аверьянова. Тогда он схватился за Сайгу. Значит, насколько я говорила с адвокатом, там далеко не все были судебные приставы. Там как раз было три человека судебных приставов, а остальные были, по словам адвоката, люди вооружённые кто чем, некоторые не вооружённые, как кавказской, так и русской национальности. Что случилось, я специально приведу дальше рассказ его сестры. Она утверждает, что она приехала на работу, и на неё напали вооружённые люди. Аверьянов бросился... А как раз она открывала дверь, они оттолкнули её и начали забегать внутрь. Аверьянов бросился ей на помощь, его начали избивать. Она узнала одного из нападавших, это был судебный пристав Минаев, который немедленно начал звонить по телефону. После этого, по её словам, из-за угла выбежала новая толпа людей кавказской наружности, один из которых был как раз кредитор фабрики Раджабов. Они забежали в фабрику, она слышала, как вскрывают захватываемые фабрики двери. После этого началась стрельба. Сестра всё это время находилась снаружи, она не знает подробностей стрельбы. Она просто всё это время звонила в полицию, требовала помочь, и никто не приезжал. Наконец, после стрельбы ей удалось забежать. Цитирую. «Я увидела, что Раджабов кому-то давал по телефону распоряжение завалить Аверьянова. Увидев меня, Раджабов распорядился сопровождавшим его лицам схватить меня. На меня напали лица кавказской национальности. Раджабов при этом кричал, валите её, у неё в сумке бомба, она наводчица, крутите её и валите». Её начали душить. По её словам, у неё сейчас вывихнута рука и сломаны пальцы. В фантастический момент всё это происходило на глазах приехавшей полиции. То есть, если верить к Екатерине Аверьяновой прямо на глазах подъехавшей полиции, этот Раджабов командовал её завалить. Ну, как известно, русские женщины всегда таскают с собой на работу бомбу. И вот эти бравые кавказские мужчины её валили. Но поскольку всё-таки кругом была полиция, то, как она пишет, подоспевшим представителям полиции удалось освободить меня от удерживавших меня кавказцев. Кстати, у меня такой вопрос с полицией. А почему она не задержала всех людей, находившихся на территории фабрики? И почему, собственно, вот те люди, которые, если они были законные владельцы на эту территорию фабрики, зашли, почему они разбежались при появлении имя же вызванной полиции? Значит, дальше СМИ сообщают, что Аверьянов убил собственного охранника. Это очень популярная версия. Значит, вот телеграм-канал Маш, который ведёт Live News, пишет, что человек, который погиб, это сотрудник службы безопасности Алексей Костиков, он же Осипов, который попытался остановить своего руководителя. В связи с чем многие удивились даже, вот Бажена Рынска пишет, почему же Аверьянов засталил своего охранника, а вот не, как она пишет, дагестанского прокурора, к примеру. Ну, Бажен, я могу объяснить, что это просто враньё, потому что тот человек, которого застрелил Аверьянов, это охранник того самого ЧОПа, который приехал с нападавшими. Собственно, поэтому он и был первый день на работе. Ну, это как, вот, представляете бы, если бы, условно говоря, к вам дом зашли грабители, которые показали бы бумажку, что теперь ваш дом принадлежит им. А вы бы этого грабителя застрелили. И про вас бы написали, что вас застрелили владельца дома, который в первый день пришёл в этот дом туда. Значит, как я уже сказала, да, вот, произошла стрельба, которая произошла потому, что, когда в прошлый раз Аверьянову проломили голову, никто не среагировал, и после этого произошло чудесное превращение. Полиция, которая только что бездействовала, пришла в неистовство, приехал ОМОН, СОБР, началась рассказ про психа, который захватил заложников. И меня, конечно, интересует, как предмет внутреннего расследования ОМВД, кто был тот прекрасный человек, который, как в случае вот американском, занимался сватингом, который вызвал ОМОН и СОБР со словами, что здесь псих захватил заложников. А кто позвонил и кому позвонили? Ведь ясно же, что позвонили не по 911, потому что вот по 911 звонил Аверьянов и все его люди, и никто не приезжал. Да? И вопрос, какие отношения связывали того человека, который прислал ОМОН и СОБР, с тем человеком, который запустил эту машину. Собственно, Аверьянова бы убили руками СОБР, но, как я уже сказала, он дозвонился до бизнес-ФМ и задержали его, заметьте, на следующий день на улице Правда, то есть тогда, когда он шёл объяснять свою позицию прессе. А теперь, почему я эту историю говорю? Потому что началась вторая серия. И эта вторая серия была, надо сказать, она началась в газетах, и она настолько меня потрясла, что сначала у меня руки опустились. Потому что я прочла про Аверьянова, что он, так сказать, в долгах как в шелках, что он, значит, не платит зарплату, что он псих. Куча было таких ссылок, что вот он ужасно обращается со своими работниками фабрики. Я подумала, ну зачем защищать этого психа, который не платит зарплату? Наверное, бывают люди и получше. Но всё-таки я позвонила адвокату и спросила, а вот платил Аверьянов зарплату или нет? На что, значит, адвокат Аверьянова ответил мне, что это тролли. И я стала смотреть на вот эти вот сообщения о страшном Аверьянове, психе, который не платит зарплату, и меня очень удивило действительно они. Потому что вот, например, я захожу на сайт, который называется russdialog.ru и там приводятся отзывы работников фабрики, в одном из которых написано, что вот, дескать, мы обращались и в генпрокуратуру, и в ФСБ, и ничего Аверьянов не платит нам денег, единственный, цитирую, способ решения проблемы, это физическое устранение и, 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 и Аверьяновых. Стоп, ребята, думаю, я это письмо работника, не верю. Это письмо тролля, это прямая угроза, завалим. Дальше я читаю другое обращение, что вот по нашему заявлению в прокуратуру рассматривается жалоба на Аверьянова, что мы хотим привлечь этого психически нездорового человека в ответственности, и всем, кто имел против него какие-либо обиды, просьбу писать на такой-то адрес, от вас потребуется только распечатать заявление, время не займет не больше часа. Стоп, это обращение работника? Да нет, это обращение рейдера, который пытается собрать людей, которые недовольны Аверьяновым. То есть дальше я смотрю на этот сайт, и смотрю на этот Росдиалог, и смотрю, сколько там просмотрел этот материал, 2800 человек. А кнопочка, я рекомендую, там написано 136 тысяч. И знаете, как называете на сайте Росдиалог материал о том, что сделал Аверьянов? Там написано про фабрику Меньшевик, где, цитирую, «Директор расстрелял посетителей». То есть вооруженные люди, которые приходят захватывать фабрику, теперь у нас называются посетители. А вот на сайте Life.ru, моём любимом, они называются деловыми партнёрами. Life.ru пишет, что вот фабрика не рассчиталась по долгам, и у делового партнёра Аверьянова, Шамсудина Раджабова, лопнуло терпение. Я, значит, спрашиваю адвоката, так как всё-таки вот с долгами? Были они там или не были? Потому что, знаете, у нас разные бывают ситуации. Вот у нас есть такой украинский бизнесмен, Константин Григоришин, который заочно объявлен в международный розыск. И есть вице-президент бывшей Федерации спортивной борьбы Чечни Хасан Идеев, который подал прошлым летом в Гудермецкий горсуд гражданский иск к господину Григоришину на 230 миллионов долларов. Потому что, как объяснил господин Идеев, он дал Константину Григоришину в долг 110 миллионов долларов наличными и предоставил даже соответствующие расписки. И, конечно, Гудермецкий суд сказал, да нет проблем, конечно, господин Идеев должен, значит, конечно, господин Григоришин должен Идееву. После чего адвокаты Григоришина немножко удивились. И когда они обратились в московский суд, они сказали, ну вот скажите, странно, да, вот договор о задолженности, а подписи по экспертизе господину Григоришину не принадлежат. А вот официальные доходы Хасана Идеева. Вот справочка, что они за последние 10 лет составляли от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. Ну и вообще вопрос, да, 110 миллионов долларов. А простой вопрос. А 110 миллионов долларов как не через банк переводили, наличными давали? А наличными это тонна физически. Где её грузили, как её снимали? А можно хоть и тому подтверждение, что эти люди вообще знакомы там? Совместное фото, потому что господин Григоришин говорит, что этого человека никогда в жизни не видел. Да, это я к тому, что бывают разные долги. И вот мы понимаем сейчас, что, да, там, хамомнический суд вроде бы пошёл против Гудермевского. Но вот приставы могут в любой момент пойти забрать квартиры господина Григоришина, который задолжал 230 миллионов долларов господину Идиеву. Перерыв на новости. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Я о несчастьях директора фабрики «Меньшевик» господина Аверенова, который пострелял, как утверждают сайты типа LifeNews, посетителей и деловых партнёров в терминологии таких сайтов. Да, так вот, к вопросу о страшных долгах Аверенова, как мы все прочли, у него там было не то 70, не то 90, не то ещё чего-то. И я спрашиваю юристов Аверенова, так всё-таки, ребята, долги-то были? И они говорят, да, в 2013 году взял Аверенов под залог здания, да, деньги у компании, Денем Холл, у них было мировое соглашение. Почему он брал эти деньги, я не знаю. У меня личное впечатление, что у них там какие-то были шашни с этим Денемом. А потом у этого Денема, по объяснению юристов Аверенова, сменилось руководство, то есть его захватили те люди, которые были рейдерами. И как раз по объяснению юристов Аверенова, главным там был этот Раджабов, а они говорят, что это профессиональный рейдер, у него не один бурный эпизод. И дальше оказалось так, что, во-первых, мировое соглашение было разорвано, возбуждается исполнительное производство, и Аверенов уже не может отдать этих денег, потому что, чтобы отдать эти деньги, ему надо было занять их в банке под залог здания. А на самом деле Аверенов явно небогатый человек, хотя, конечно, его здание стоит дороже, чем сумма, за которую она была продана. А в 2014 году за спиной Аверенова вот вся эта компания продаёт здание себе, и Аверенов только в 2016 году об этом узнаёт. И когда Аверенов обращается к юристам, то они приходят в суд и говорят, слушайте, но у вас же тут вот все документы поддельные, и у вас их нету. А ничего-ничего, говорит суд. И на следующее заседание суда приходят юристы, и они видят уже новые документы, в которых, например, господин Аверенов оказывается назначил господина Раджабова уполномоченным представлять все его интересы. И во всех документах о продаже дальше уже подписи уполномоченного Раджабова. Собственно, после этого к Аверенову пришли первый раз и проломили голову. Когда оказалось, что на проломленную голову наша полиция не реагирует, то вот сейчас пришли второй раз. А когда в ответ Аверенов открыл стрельбу и убил одного из захватчиков, то оказалось, что он террорист. Значит, прежде всего я хочу отметить, что у нас часто любят, чтобы одна сторона была белая, другая – чёрная. Вот на всех таких рейдерских историях, как правило, нет. Как правило, человек, который подвергается рейдерскому захвату, у него что-то такое есть. Он где-то поскользнулся, он кого-то обидел, он подставил бок. Но ситуация беспредельная. Особенно если мы сравним с американской ситуацией, потому что там, когда кто-то звонит и говорит ложно про человека, что он захватил заложников, то арестован тот, кто это ложно говорит. И я хочу сказать, что вообще-то, слава богу, в России сейчас выборы. Да, есть множество политических кандидатов, которые могут заинтересоваться судьбой господина Аверьянова, а потому что он нищий. На самом деле, ну, вы понимаете, что это не богатый бизнесмен, а против него машина. И я надеюсь, что, может быть, некоторые из политических кандидатов попробуют расследовать, что на самом деле действительно произошло. Потому что Аверьянов говорит, что здание фабрики было продано за долги рейдерам по поддельным подписям. Это несложно проверить, было бы желание. Адвокаты Аверьянова говорят, что тролли, которые в сети называли его психом, а ему угрожали, это тролли. Это тоже легко установить. Вот есть мой любимый Алексей Ковалёв с сайта лапши с немалочной. Может быть, он посмотрит, да, сколько среди этих было людей, реальных людей. Это ж ничего, да, вдруг выяснится, что это реальные люди. И тогда получается, что Аверьянов не прав. Да, вот почему, когда Аверьянову проломили голову, не возбудили дело? А почему, когда на глазах полицию избивали сестру Аверьянова, полиция по этому избиению не возбудила дело и не задержала людей, которые на её глазах это делали? 985, 970, 45, 45. Но и поскольку у нас близится Новый год и политических новостей не так много, я хочу позволить себе долгую отвлечённую историю, которую я хочу начать с ноябрьского заявления, почему-то не прозвучавшего Владимира Владимировича, что военная операция в Сирии завершается. Меня как-то это, знаете, поразило. Президент сказал, что вот в Сирии победили мы и никакой реакции. Вы просто представьте себе, что там 9 мая Левитан сказал, мы наконец разгромили фашистскую Германию и всем до лампочки было бы. Ну, правда, Владимир Владимирович не первый раз объяснял, что операция завершается. Он это объяснял ещё в марте 2016 года, и в ингаре 2017 года. Так что эта война уже много раз кончалась нашей победой. Тем более, что после того, как Владимир Владимирович заявил о завершении победоносной операции, последовала, например, атака боевиков ракетной российской базы «Хмемим», после чего Мария Захарова из МИДа назвала это срежиссированной провокацией. Ну, правда, да, Путин заявил, что война в Сирии закончена, а тут эти законченные нападают. Ну, что же это иное, как провокация? Вообще, надо сказать, что такое впечатление, что Путин заявляет об окончании или близком окончании войны каждый раз после того, как встречается с президентом Сирии Асадом. У меня сильное подозрение, что это происходит, потому что при этих встречах он остаётся не очень доволен, потому что, на самом деле, проблема-то заключается в том, что мы влезли в Сирийскую войну, думая, что Асад будет нашей марионеткой, и мы сможем её разменять на дружесные отношения с Западом. А в результате оказалось, что поскольку в России всё продаётся и покупается, и не только те прокуроры, которые ставят подписи на рейдерских захватах, но, в общем-то, вот многие военные, которые сидят в Сирии, чего им надо? Им надо, чтобы война продолжалась. И, в общем-то, нами Асад манипулировал. И манипулирует много раз. Как было тогда, когда мы худо-бедно заключили хоть какое-то соглашение с американцами, после чего Асад сразу начал штурмовать Алеппо, чтобы это соглашение сорвать. И вот у меня такое, конечно, ощущение, что вот эти все сейчас панические усилившиеся рассказы, которые периодически исходят от Министерства обороны, что, значит, кровавые американцы специально вывезли на вертолётах игиловских главарей, чтобы продолжать войну, то есть, которые происходят впечатления там полнейшего, законченного, уже совершенно параноидального бреда, что вот все эти рассказы, они как раз связаны с тем, что Путин пообещал уменьшить российское военное присутствие в Сирии, и что спецслужбы Асада спохватились, и они начали подсовывать своим прикормленным агентам внутри российской армии вот-вот все эти дикие страшилки, а Владимир Владимирович, он же у нас интернета не читает, он же всегда прибавляется специальными сообщениями, а вот он читает эти сообщения, и оказывается, что проклятые-то американцы, вот они спасают ИГИЛ. Ну, кроме того, как-то странно претендовать на то, что мы победили ИГИЛ, потому что мы всё-таки против него не воевали, мы воевали всё-таки против того, что на Западе не совсем и не всегда справедливо называется умеренной сирийской оппозиции, ну, в данном случае я согласна, что умеренной сирийской оппозиции никакой не бывает, это просто исламисты другого разлива. Но в любом случае мы воевали против чего угодно, а не против ИГИЛа, ну, ровно потому, что там мы думали, ну, на кой чёрт, против ИГИЛа пусть воюют Ирак, Курды и США. Они и воевали. И, собственно, после того, как они взяли Масул, и Трамп объявил о своей победе над ИГИЛом, и это правда, если при Обаме ИГИЛ появился и безнаказанно расширялся фактически, то действительно при Трампе ИГИЛ был ликвидирован, и это оказалось не так сложно, достаточно было придерживаться жёсткой военной политики. Да, так вот, после того, как Трамп реально победил ИГИЛ, Владимир Владимирович объявил, что это мы победили ИГИЛ, и мы пахали. А после этого ещё, значит, наши спецслужбы стали рассказывать, что американцы увозят главарей ИГИЛа вертолётами. Но я, собственно, не про Сирию. Я хочу воспользоваться случаем, о котором я, кстати, много раз говорила, и много раз говорила, что Запад, который влез в эту войну и пытался поддерживать умеренную сирийскую оппозицию, вернее, называл то, что там творится, умеренной сирийской оппозиции, в то время как, конечно, это абсолютно исламисты, но немножко другого разлива, тоже был глубоко неправ, точно так же, как и мы. Потому что это вот из той серии, когда если с одной стороны исламисты, а с другой асад, то Западу надо было сказать, а мне чашечку кофе. Но я хочу воспользоваться случаем, искать несколько общих слов. Вот есть такой город Хомс в Сирии. И мало кто знает, но первая попытка крупной религиозной реформы в Римской империи состоялась в 2019 году. А предпринял её человек, который как раз был уроженцем этого города Хомс, который тогда назывался Эмеса. И, собственно, этот человек был посмертно известен по имени своего бога как Элабагал, или можно сказать Аль-Джабал, или Аллах Аль-Джабал, потому что это более правильное имя в семитской транскрипции. Собственно, до того, как этот человек стал римским императором, он как раз был жрецом этого бога в городе Эмесе. И Эль-Джабал – это бог горы. Я, кстати, вообще напомню, что и библейский Эль-Шаддай – это тоже бог горы. И вот этот Элабагал вилл в империи то, что называется монолатрия, то есть культ верховного бога, который один настоящий бог, а остальные боги – или его аватары, или его атрибуты, или подчинённые. И, собственно, вот этот Эль-Джабал имел в виду, он имел в вид чёрного метеоритного камня, как в Каабе. Он въехал в Рим в торжественной процессии. Молодой император плясал экстатическую пляску перед этим своим богом. К сожалению, эта широкомасштабная религиозная реформа не удалась, в том числе потому, что очень странно вёлся молодой император. Он брел ноги, он красил глаза, он носил женские парики. Он своего любовника, колесничего по имени Ирокол, провозгласил Цезарем и называл мужем. Другому любовнику он дал должность важную кубикулярия. Дворец он превратил в бордель, причём торговал в основном собственном задом. Правда, это нам известно со слов республиканских настроенных историков, которые могут наклеветать лишнего. Но, в общем, короче говоря, это был такой мультикультурный, продвинутый молодой человек. Но римская элита той поры была не очень насчёт мультикультурности, и она его свергла. И всё, казалось бы, было просто, но спустя почти 50 лет после Лагобала императором Римской империи стал человек, которого звали Авреля. За это время очень много чего случилось в Римской империи. Случился как раз кризис третьего века, когда спать ложились при одном императоре, вставали при другом. За эти 50 лет в Риме сменилось 26 императоров, не считая всякой мелочи, которую провозгласили к завтраку и удавили к обеду. И Аврелян был совсем из другого теста, нежели Лагобал. Этот был представитель изнеженной сенатской аристократии, а Аврелян был такой суровый, закалённый солдат, который разбил алиманов, готов, сарматов. Ну, в общем, всё, что вокруг шевелилось, он разбил, восстановил империю, уничтожил Гальскую империю. И первое, что он разбил, было Пальмирское царство. И вот когда в 271 году он брал входящий в это Пальмирское царство тогда город Имесу, он накануне решающей битвы объявил войскам, что ему было видение, что ему явился во сне бог города Имесы и перешёл на сторону Римля. Но римляне очень обрадовались, что такое дело произошло. Они разбили, соответственно, конец Узенобии. Аврелян вошёл в Имесу. Первым делом он направился в храм этого бога поблагодарить его за проявленное участие. А вернувшись в Рим, он учредил культ этого самого имесского бога под названием Соленвиктус, непобедимое солнце. И непобедимое солнце очень долго являлось главным божеством империи. Более того, тот самый император Константин, который якобы учредил в империи как государственную религию христианства, на самом деле он до 1925 года, до 1935 года продолжал чеканить свои монеты с непобедимым солнцем. То есть это я к тому, что в этом верховном боге было что-то больше, чем просто попытка сумасшедшего мальчишки. И почему я об этом говорю? Потому что я напоминаю место действия, где всё это происходило. Город Хомс. Потому что для большинства современных людей это какой-то восток, это другой совершенно мир. Но я напомню, что для античной цивилизации, которая является нашей предшественницей, это был один и тот же мир. Сирия была первым владением Рима в Азии. Это была офигительно процветающая провинция. Кстати, более процветающая, чем сейчас. И Дамаск, Антиохия, это для жителей Рима звучало примерно, как сейчас для жителя Парижа, Брюссель. Родные города. Между прочим, потом эти города стали христианскими. Вообще-то, вот это место, Сирия, была одной из родин христианства. И напомню, Деяния апостолов в 11.22. И там, в Антиохии, ученики были впервые провозглашены христианами. Вот эти страшные крестоносцы, которые в 12 веке пришли на восток. Как вы думаете, почему крестоносцы не обращали в христианство захваченную ими Сирию? Ну, очень просто, потому что большая часть населения была христианской. В конце 18 века половина Холмса продолжала быть христианой. На самом деле, я совершенно не заступаюсь за христианство, потому что, собственно, именно христианство было главной причиной утраты этих земель для западной цивилизации, потому что, как я уже сказала, и Силия, и Келесирия, и Памфилия, и Иония, все это были места, где христианство зародилось. И, собственно, часть Сирии говорила на арамейском, то есть на том же самом языке, на котором говорил Иисус. И проблема заключалась в том, что у этих христианств было очень много разновидностей, совсем не тех, которые потом были приняты при Константине как официальная церковь. Были различные виды иудейского гностицизма. А главной идеей гностицизма вообще была замечательная идея о том, что человек может стать Богом, если он познает Бога. Ты познал Христа, ты стал Христом. Это Евангелие от Фомы. Собственно, формулировка «Царство Божие внутри нас», которую мы знаем из Луки, это такая кратчайшая формулировка гностицизма, потому что, согласно гностикам, внешний, вешечный мир, он плох, он сотворён сатаной, недалёким Богом, а настоящий Бог трансцендентный, его в мире нет, но внутри человека есть искра божественного огня. И, собственно, Христос послан в мир, чтобы научить людей знанию, знанию Бога, и, собственно, именно поэтому Царство Божие, то есть вот эта искра божественного огня внутри нас. Ну, ладно, значит, были иудейские гностики, в Сирии были маркианиты, их было очень много, которые идентифицировали вот как раз этого вечного, недалёкого Бога с Богом Ветхого Завета. Собственно, маркион, который жил в 140-х годах, он как раз и создал Новый Завет в том смысле, что маркион был тот человек, который собрал некоторые тексты, это были послания апостола Павла и часть Евангелия от Луки, и сказал, вот это Новый Завет, мы будем жить по Новому Завету, а всё, почему жили евреи, это Ветхий Завет. То есть ортодоксальная церковь потом украла у маркиона его идею, хотя объявила его веретиком. В общем, была куча всяких разных вер, и когда в Сирии пришла власть, церковь пришла к власти в конце 4 века, она начала всё это в Сирии истреблять. И случилась удивительная история, потому что все эти виды христианства процветали при кровавых римских гонениях, но они были, конечно, истреблены, когда наступил триумф мирной религии. И я вот только две истории сейчас расскажу. Был такой епископ сирийского тогда, тоже огромного города, Эдесса, Немесса, Рубула, он возглавил город в 411 году, и оказалось, что большая часть христиан еретики, в частности маркиониты. Цитирую, никаких слов у меня не доставит это житие епископа Рубулы, чтобы показать, как велико было его рвение в части маркионитов, смердящую мерзость с лживым маркионитского учения он исцелил с заботливостью великого врача. Ну, как исцелял, понятно, все те же самые тетушки вроде тех, которые вот сейчас избивают в России активистов, только в гораздо худшем количестве. Еще один Рубулы был современник, Феодорит Кирский, тоже неутомимо боролся с маркионитами, и даже нам оставил совершенно потрясающий рассказ о том, как во главе зондеркоманды он пришел в маркионитское село и, цитирую, «после этого они на меня там напали». Вот просто дословно он пришел как на фабрику меньшевик и после этого эти кровавые маркиониты на него напали. Ну, естественно, в конце концов, значит, маркионитов разбили и выяснилось, что они слуги дьявола. Но почему я цитирую вот эти вот удивительные описания, потому что все это происходило в тех 430-х годах, когда империя подвергалась тотальному разграблению со стороны готов, гуннов и вандалов. И вместо того, чтобы воевать против внешних врагов, ци церкви брали воинские отряды и истребляли собственных налогоплательщиков, которые верили не так, как они. И, собственно, развал империи был в значительной степени результатом вот такого рода подхода к такого рода подхода мирной религии к взаимодействию с еретиками. И, собственно, потеря Эдессы, завоеванная сначала персами, потом арабами, как раз была одним из следствий этих проблем. И, собственно, одна из главных причин падения Бизантии заключалась в том, что империя продолжала следовать этим курсам неутомимого фанатизма, бороться с собственными подданными вместо того, чтобы бороться с внешними завоевателями. Ну и, к примеру, в середине 9 века Константинополя, все в середине 11 века Константинополь, который как раз в разгар борьбы с арабами не на жизнь, а на смерть, уничтожил 100 тысяч павликиан, чья идеология продолжала, собственно, идеологию маркианитов. То есть, это к тому, что победа ислама в этих местах и в Сирии была связана прежде всего и в основном с тем, что это были места коренного христианства. Это христианство имело очень много разновидностей. Все они подвергались зверским преследованиям и геноциду, плюс геноциду подвергались евреи. А когда пришли арабы, которые на тот момент были гораздо более миролюбиво настроены по отношению к людям книги, все эти разновидности христианства плюс иудеи, к которым тогда мусульмане относились очень хорошо, просто валом валили на ту сторону. Так вот, я, собственно, почему это говорю. А, да, потому что с победой левой идеологии нам сказали, что есть некий вечный мусульманский восток, перед которым колониальная Европа виновата. Нет, ребята, я хочу напомнить в эту построждественскую предновогоднюю ночь, что две половинки Римской империи, и это две половинки Римской империи, которые развивались в разных условиях. При этом арабам досталась самая лучшая ее часть, самая богатая, самая процветающая, самая процвещённая. Италию грабили сначала там всякие, Вестготы, потом Остготы, потом Византия пришла обратно и навела такой шухер, что было как Покатишаром, потом Лангобарды, потом даже Гоном частично досталась на севере, Сирия досталась арабам тёпленькая. И что? И разница заключается в том, чтобы потом христианство сумело превзойти себя, что всё-таки в 18 веке началось просвещение, начался прогресс, а другая бывшая часть империи этого не сделала. И когда нам говорят, что Восток – это что-то такое другое, у меня, допустим, простой вопрос, а почему Восток считается только исламским? А ничего, что христианство является самой преследуемой религией мира, что в 2016 году только за то, что они христиане, христиан было убито 90 тысяч человек. И убили-то их не в Европе, их убили в основном на Ближнем Востоке, который почему-то называют исламским. Этих христиан не прикончило там в Византии, их теперь приканчивает политкорректность. Ничего, что там век назад 20% населения Турции составляли христиане, а теперь их там в 0,2%. И куда они делись? В 1875 году в Стамбуле было 285 тысяч мусульман и 400 тысяч христиан, так на минуточек. Если бы российская армия взяла Константинополь тогда, это был бы захват и освобождение. Велоед Адрианополь в 1872 году. Турецкие данные. Христиан 810 тысяч, мусульман 500 тысяч. Сколько сейчас вы дерни христиан? Куда делись? Да, Эдесса, которую я упоминала, где Рубола разбойничал, 1914 год. Из 75 тысяч обитателей 45 тысяч мусульман, остальные христиане и евреи. Через 3 года их всех вырезали или они сбежали. Да, так вот, собственно, я почему об этом говорю? потому что Римская империя, когда она владела двумя половинками Средиземного моря, она стратегически понимала, что эти две половинки являются единым целым. И что либо одна половинка захватит другую, либо другая захватит эту. И это, конечно, долгое отступление от темы. Но я напоминаю, что современный мир един. И что когда мы воспринимаем Сирию как место, которое не имеет абсолютно никакого отношения к Европе, и это что-то там другое происходит, нет, это происходит то же самое. И то, что происходит в Сирии, в какой-то момент может начать происходить и в Европе. Всего лучшего. До встречи. Через неделю. Сирии.